Аминь. Я приветствую всех драгоценных братьев и сестер, всех, кто присоединился к нам сейчас через канал, через телеканал ТБН. Добро пожаловать на богослужение Церкви Завета в городе Новосибирске. Пусть благодать Божья особенная сойдет на каждого из вас. Если вы неважно себя чувствуете, ожидайте, потому что Господь сверхъестественно может исцелить вас прямо во время просмотра этого слова. И пусть так и произойдет. Пусть всякая немощь отойдет от вас во имя Иисуса Христа. Пусть всякое зло отойдет от вас во имя Иисуса. Пусть всякая депрессия, разочарование, боль, уныние, страхи во имя Иисуса. Убирайтесь прочь. Я благословляю всех наших телезрителей, всех, кто смотрит сейчас нас и слушает. Пусть Божья благодать пребудет с вами. Аминь. Дорогие, эту проповедь я назвал «Позиция Церкви в неспокойное время». И не секрет, что все мы живем сегодня в очень неспокойное время. И я говорю даже не столько о пандемии сегодня. Мне кажется, что о самом вирусе не так многие уже и переживают. Но я говорю о той неуверенности, я говорю о том напряжении в воздухе, которое большинство из людей сегодня ощущают по всему миру. Напряжение от несправедливости вокруг, от чувства незащищенности, от страхов, от неуверенности, что будет завтра. Повсюду предлагают вакцину, от которой у большинства людей, мне кажется, больше паники, чем чувство защищенности, которая должна, по идее, давать эта вакцина. И несмотря на то, что все происходит на глобальном уровне, на уровне государственном, на уровне, я бы сказал, даже международном, на мировом уровне, несмотря на это, все чувствуют, что что-то не так. Что-то происходит не так. А что не так? И никто с уверенностью не может определенным образом сказать, что не так. Интернет завален различными роликами, разной информацией по поводу вакцинации. Одни говорят одно, другие говорят другое. Причем говорят достаточно сведущие в этих вопросах люди, кандидаты, профессора, доктора наук. Но мнения очень разнятся. И я не хочу вас склонить сегодня к какой-то конкретной стороне среди всех этих позиций. Но я предлагаю, чтобы мы с вами сегодня подумали о той позиции, которую должна занимать церковь в это непростое, неспокойное время. Что нам с вами делать, братьям и сестрам, которые веруют в Иисуса Христа? Не секрет, на самом деле, что мнения разделяются сегодня даже внутри церкви. Достаточно авторитетные, я бы сказал, мирового уровня христианские лидеры, которых мы все любим и уважаем. В это же время говорят разное мнение, разные позиции. И так непросто в это время, когда те, кому мы привыкли доверять, кого мы слушали, вдруг говорят разные, противоположные практические позиции. Что же нам делать, как быть, где найти этот ответ, где взять этот фундамент, который поможет нам? Даже внутри нашей домашней группы, ну, одной из наших домашних групп в церкви на этой неделе, я услышал, что есть разные мнения тоже. Одни говорят так, другие говорят так. И что делать? Разделение, разделение, разделение. Какую же позицию нам нужно занимать? Дорогие, я хочу предложить вам сегодня три условия, которые помогут вам чувствовать себя в безопасности. Три условия, при которых я уверен, что мы будем в более безопасном положении. И, как я вчера обнаружил, готовясь к проповеди, уже приготовившись, что они, оказывается, взаимосвязаны. На самом деле, так важно иметь четкую позицию по отношению ко всему происходящему, когда мы находимся в церкви. Итак, первое условие, которое поможет нам, звучит так. Мы должны быть уверены, что с нами Бог. Мы должны быть уверены, что с нами Бог. Кстати, именно об этом нам нужно поститься. Когда мы находимся сегодня в посту, когда мы смиряемся перед Господом, когда большинство христиан, я бы сказал, наверное, так, смиряются перед Господом в посту сегодня, начиная этот новый 2021 год, с того, чтобы искать воли Божьей, Иисус Христос именно эту цель обозначал. Когда к Нему обратились ученики Иоанновы, и они спросили, почему мы и фарисеи все постятся много, а твои ученики не постятся? Почему так? Иисус говорит, потому что, когда с ними жених, какой смысл им поститься? «Но однажды отнимется жених, и тогда они будут поститься». То есть Иисус показал совершенно другой смысл поста. Ученики Иоанновы, фарисеи все, книжники, они постились, по всей видимости, просто потому, что надо поститься. Пришло время, определенный ритуал, все так делают, и мы так делаем. Но Иисус Христос сказал, что отнимется жених, и тогда будут поститься, показывая очевидную цель в посту, что нам надо взыскать Бога. Мы в посту ищем Его самого, не того, что есть у Него, не того, чтобы ритуал какой-то собрести, обряд просто какой-то выполнить. Мы постимся, чтобы взыскать Господа, чтобы слышать Его, чтобы понимать Его, чтобы остатачуствование с Ним, она выросла. Нам так нужен Иисус. Нам так необходим сам Иисус Христос. Без Него мы ничего не можем делать. Поэтому, хотя я говорю, что мы, нам, я хочу сказать, что лично, каждый из нас в это время должен быть уверен, что с Ним Бог, что реально с Ним Бог. я хочу предложить вам хорошо знакомое вам местописание, но, признаться, я никогда не обращал на один момент, который здесь очень ясно прописан. Это послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих. «И Он поставил одних апостолами», то есть Иисус Христос поставил в церкви, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. «Доколе». И вот это слово «доколе», оно звучит в оригинале, то есть оно переводится так, «до тех пор, как все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вы когда-нибудь вообще думали, когда читали это местописание, что, оказывается, все служители, пастыря и прочие, поставленные Богом, даны вам на время? Вы думали когда-нибудь о том, что наступит такое время, когда вы не сможете воспользоваться услугами тех служителей, которых Бог сегодня поставил и использует для того, чтобы поднять вас, вырастить вас, сделать сильнее каждого из нас? Я считаю, что время, в которое мы живем, благословенное. Оно благословенное, потому что мы сегодня имеем этих служителей, мы можем прийти сегодня к тем, которые помогут нам, выслушают нас, вникнут в нашу ситуацию, помолятся вместе с нами, попытаются разобрать какую-то ситуацию вместе с нами. И это благословеннейшее время. Я думаю, что нам надо дорожить этим временем, потому что не всегда так будет. Услышьте, дорогие, по всей видимости, мы никогда так не проповедовали. Но это правда, не всегда так будет. Нам нужно иметь личные отношения с Богом. Нам нужно каждому быть уверенными, что со мной лично Бог. Что делать, когда наступит время великой скорби? Когда невозможно будет кому-то прийти, попросить помощи, вот так вот просто посидеть и пообщаться? Когда будут гонения? Когда наступят трудные времена? Что мы будем делать? Нам необходимо быть уверенными, что с нами лично Бог. И я хочу сказать вам, есть три признака, которые в этом послании к Ефесянам очень четко обозначены. Признаки человека, с которым реально присутствует Бог. Первый признак. Придем мы все, придем в единство веры. Человек, который лично ходит с Богом, который лично и имеет отношение с Богом, он будет в единстве с церковью. Он будет в единстве с руководством церкви, он будет в единстве с братьями и сестрами. Это же так естественно, это так очевидно. Пока мы все, это цель Божья, чтобы мы все были едиными, чтобы мы не разделялись по разным мелочам, по разным вопросам каким-то, просто отстаивая каждый что-то свое. Цель Божья, чтобы мы были в единстве. Поэтому первый признак, который здесь обозначен, человека, взрослого, ходящего с Богом, имеющим личные отношения с Господом, это единство с церковью, единство с руководством церкви. Второй признак, здесь написано, мы все придем в познание Сына Божьего. Каждый, говорящий, что он ходит с Богом, он будет лично знать Бога, он будет слышать Его, он будет понимать Его. И третий признак, вы будете делать то, что нужно делать. Потому что взрослый человек, он понимает, что ему надо делать. Детей мы просим сделать одно или другое. Мы пытаемся, значит, объяснить, что это важно, но взрослому человеку не нужно объяснять, что это важно. Он просто понимает свою ответственность, и он делает. Взрослый, духовный человек, неважно, какое место он в церкви, в теле Христовом занимает, маленькое или большое, он понимает, что надо делать. Это три признаки человека, который по-настоящему имеет личное отношение с Богом. Мне это напоминает детей, которые так стремятся порой к самостоятельности. Им так хочется вырваться просто побыстрее, из отчего дома, чтобы уже быть самостоятельными, чтобы самим принимать какие-то решения. Но потом приходит время, когда они готовы абсолютно все, наверное, отдать ради одного дня с родителями хотя бы. Я когда размышлял об этом, вспомнил, что Иисус Христос об этом говорил. Он говорит, придут дни, когда вы захотите увидеть хотя бы один день Сына Человеческого, когда Он вот с вами здесь, вы можете прийти, подойти, поговорить с Ним и говорит, но этого уже не будет. Время поменяется, я уйду, но Он так и не объяснял им там все, но мы сегодня это понимаем, что какое драгоценное было время для учеников Иисуса, когда Он воплоти был рядом с ними. Не все дети, конечно, понимают, насколько драгоценное время они имеют, когда находятся рядом со своими родителями. Не все духовные дети понимают, насколько драгоценное время у них есть, когда у них есть пастыри, старейшины, наставники, потому что не всегда так будет. Моя старшая дочь, она тоже стремилась так к самостоятельности, к тому, чтобы жить отдельно. Сегодня она вместе с семьей, со своей, с мужем, с двумя детьми, живут далеко отсюда, в Хабаровске, и она очень многим готова была бы пожертвовать сегодня, чтобы побыть немножко хотя бы с нами. Но такой возможности на данный момент у нее нет, и она просто скучает. Я так благодарен Богу за то, что Он использовал все наше родительское служение, наши молитвы, наши посты, и в результате, чтобы она спаслась. Сегодня, когда она знает Господа, это самое большое мое упование, самая большая моя радость, и дает дает самое большое успокоение. Сегодня моя надежда не столько в том, что я проконтролирую все, что я все смогу ей объяснить. Сегодня моя надежда и упование в том, что она знает Бога, что она лично знает Его и сможет понять, как поступать в той или иной ситуации. Дорогие лидеры, я сейчас обращаюсь к каждому лидеру. Если вы имеете ответственность хотя бы за одного человека, то я говорю прямо к вам. Вы должны радоваться не только тому, что вам удалось дать какой-то мудрый совет, что вам удалось как-то ответить на нужду какого-то человека, на человека, которому вы служите. Это потрясающе. Я уверен, что Бог использует каждого из нас, из вас, которые дают ответы, приносят эти ответы от Господа для тех, кому вы служите. Это прекрасно. Но вы можете быть спокойными только в том случае. Если видите, что тот человек, которого доверил вам Бог, чтобы помочь ему, что этот человек знает лично Господа, что он лично понимает Его, что он понимает то, что написано в Библии, что Библия открывается для него, когда вы уверены и вы видите, что он вадим Святым Духом, то это тогда вы можете быть более спокойными. Я хочу обратиться ко всем вам, дорогоценные, каждому, каждому из вас, независимо от позиции. Я считаю, что нам всем надо ценить то, что у нас есть сегодня. Когда мы можем сообщаться, когда мы можем советоваться, мы можем помогать друг другу, когда Бог использует служителей и лидеров церкви, чтобы помочь, подготовиться каждому из нас к этому последнему времени, к этой последней битве с Антихристом. Дорогие, если у вас есть лидер, вы можете сказать, написать что-нибудь. У меня крутой лидер, у меня самый лучший лидер. Давайте, давайте, пишите, давайте будем ободрять друг друга. Пусть и лидеры тоже знают, что их труд не напрасен, что есть отклик, от тех, кому они служат и ради которых трудятся. Пусть Бог благословит нас в это время особенными своими откровениями. Итак, пророк Иеремия. В 31-й главе записано, как он пророчествует об этом времени. Я верю, что именно об этом времени он пророчествует. И автор послания к евреям, он цитирует это пророчество, и мы можем его прочитать. Послание к евреям, 8-я глава, 11-й стих. «И не будет учить каждой ближнего своего и каждой брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их, не воспомяну более». Обратите внимание, все от малого до великого будут знать Господа. Не надо будет в церкви объяснять, что вот это правильно, это неправильно, придет время. Все от малого до великого будут лично ходить перед Господом. И я верю, что это пророчество к последним дням. Я верю, что это пророчество к нашему времени сегодня. Каждый из нас призван ходить лично перед Господом, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их, не воспомяну более. Дорогие, нам надо уже утвердиться, что Иисус Христос пролил за нас святую кровь. Он заплатил совершенную цену, для того, чтобы мы были свободны от этих грехов, от этой темы нечистой, для того, чтобы мы служили Господу, были по-настоящему, принадлежали Ему и ходили перед Ним. Хватит уже нам думать об этом, нам нужно идти за Господом. Я слышу, что в это время, в это особенное время, многие люди, которые отступили от Господа, они вернутся, они укрепятся, они усилятся. Многие братья и сестры, которые когда-то отступили от Господа, из-за своих обид, из-за своих каких-то претензий, из-за того, что искали чего-то своего, они прозреют, их слепые глаза откроются, они поймут, что это все мишура, это абсолютно ничего не стоит, они вновь обратятся к Господу, и в эти последние времена они станут яркими последователями и служителями Иисуса Христа, Господа своего. Аллилуйя! Возможно, я пророчествую кому-то прямо сейчас. Бог хочет, чтобы ты прозрел, Он в это время будет поднимать тебя. Вся эта шелуха спадет, все эти распри, непонимания, все это развеется, ты увидишь, что Иисус это единственный, ради которого стоит жить и тратить свою жизнь по-настоящему. Но будут некоторые, которые отступят в это время, потому что придут трудные времена, потому что придут гонения, и некоторые отпадут от церкви, и отпадут от Господа. Отец, я молюсь тебе о том, чтобы каждый заблудший, чтобы каждый ослепший, чтобы он поднялся, чтобы он нашелся для тебя, Господь, чтобы он прозрел и стал по слову твоему настоящим последователем и поклонником твоим. Господи, я прошу милости твоей для каждого, кто может отступить, потому что у них нет сегодня этих личных отношений с тобою, потому что они не уверены, что ты есть в их жизни. Я прошу тебя, помилуй, Господь, и укрепи каждого, и даруй взять это необходимое первое условие в свою жизнь, и возревновать, и молиться, и поститься, и сделать все необходимое, чтобы быть уверенными, что ты с ним, с ней. Аминь, Господь. Итак, второе условие, которое нам необходимо. Мы должны быть отделенными от этого мира, чтобы быть способными служить любому человеку из этого мира. Я еще раз повторю, мы должны быть отделенными от этого мира, чтобы быть способными служить любому человеку из этого мира. И вы можете служить, и вы можете быть отделенными от этого мира при том условии, что первое условие у вас есть, что вы уверены, что с вами Бог. Если вы не уверены, что с вами Бог, есть так много, чего может сбить вас в сторону и не позволить вас отделиться от этого мира. О, если меня уволят с работы, о, а на что я буду жить? А как я буду кушать? А где я, а с кредитом что я буду делать? О, а как я детей своих буду кормить? Масса вопросов. И это серьезные вопросы. Это вопросы, о которых, я думаю, сегодня многие думают, а если я не буду вакцинироваться, а если меня уволят с работы, а что я тогда буду делать, а на что я буду жить? Если вы не уверены, что с вами Бог, если вы не уверены, что принимаете решение, которое принимаете вместе с Богом, а не потому, что вам кто-то посоветовал из малых или великих, независимо, какие авторитеты вам что-то советуют, если вы не научитесь принимать решения вместе с Господом, вы не сможете отделиться от этого мира. Вы обязательно будете зависимы от чего-то. Выйдите из среды их и отделитесь, говорит апостол Павел во втором послании Коринфянам в шестой главе. «И не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Что это значит? Выйдите из среды их. Среда этого мира – это разные похоти, это ложь, это поклонение идолам. Но кроме этого, это всякое зло, это войны, это распри, это разделение, это все нечистота, которой апостол Павел призывает нас не прикасаться. Мы не должны участвовать ни в каком роде конфликта, зле, распри, того, что раздирает сегодня этот мир. Мы должны быть отделенными от этого мира. Когда какой-то конфликт приходит, я прекрасно понимаю, что мы по-человечески склоняемся к какой-то стороне. Какая-то сторона нам более симпатична, более понятна, кажется более справедливой. Но я хочу вам сказать, во-первых, друзья, что в этом мире нет справедливости. По-настоящему вы не найдете совершенно правую сторону. Вы не сможете найти людей, которые сто процентов правы, потому что весь мир лежит во зле, написано. Каждый ищет своего. Это ведь Святое Писание говорит о всем мире. Ты не можешь найти справедливости, правды, истины, по большому счету, нигде, ни на какой стороне в этом мире. И если мы поддерживаем какую-то сторону, послушайте, мы автоматически становимся противником по отношению к другой стороне. И если с той стороны кто-то, кого-то Бог захочет, чтобы вы ему послужили, и вы будете проповедовать этому человеку об Иисусе Христе, чтобы он спасся, и вы думаете, он вас будет слушать, не будет ли он считать вас врагом своим, потому что вы просто придерживаетесь в стороне противоположной тому человеку или тем людям. Будут ли они вас слушать? Сегодня многие говорят о митингах. Надо выходить на улицы, надо митинговать, надо свой протест провозглашать. И вы знаете, вчера по всей нашей стране просто беспрецедентный, мне кажется, митинг, когда я не видел никогда у нас такого противостояния правительству по всей стране. Но во многих-многих городах тысячи людей выходили, чтобы протестовать, митинговать. Я помню, в Хабаровске был этот митинг, который продолжался день за днем в течение всего лета, и они митинговали. Я видел, что там были плакаты такие, где антихристом назывались руководящие лидеры страны, где они говорили, на этих плакатах было написано, ну, примерно, Бог будет судить вас, Иисус Христос, значит, осудит вас, и все такое. Друзья мои, я считаю, что такие позиции, такие высказывания, они больше порочат имя нашего Господа Иисуса Христа. Они больше порочат имя христианина, чем помогают добиться тех целей, ради которых они митингуют. Более того, я думаю, что такие люди дают повод для того, чтобы потом их обвинили в мятежах, для того, чтобы их обвинили потом как раз в распространении этих митингов. То, что я говорю, я говорю на основании Слова Божьего. Мне неинтересно мнение чьего-то. Оно может быть мне интересно для информации, но я не буду строить свою позицию на чьем-то мнении. Мне важно Слово Божье. И вот, что я хочу вам прочитать. Это написано в книге пророка Исаия 42 главе с 1 стиха. Он говорит об Иисусе Христе. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломлены не переломят и льна курящегося не угасит, будет производить суд по истине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда и на закон его будут уповать острова». В Евангелии от Матфея в 12 главе евангелист Матфея цитирует эти самые слова. Поэтому это есть в Ветхом Завете, есть в Новом Завете написано об Иисусе, что Он не возопьет, Он не будет кричать и Он не возвысит голоса своего на улицах. И мы знаем, что, как здесь написано, Он утвердит свое царство, Он утвердит свой суд на этой земле, на Его имя будут надеяться все, не на чье-то имя какого-то из власть имеющих, на Его святое имя будут надеяться все, все абсолютно, от малого и до великого. Но Он это будет делать не путем митингов. И это очень четко здесь прописано. Придет время, драгоценное, когда суды Божьи будут наполнять всю эту землю. Даже Писание говорит, что мы, Церковь Его, которые остались Ему верными, мы будем судить этот мир вместе с Иисусом Христом. Но еще не пришло время. Сегодня время не судить, сегодня время молиться. Сегодня не время, чтобы судить, как Иисус сказал, не судите и не судимы будете. Нам нужно быть отделенными от этого мира, нам нужно быть отделенными от всех этих интриг, которые будут разворачиваться больше и больше в этом обществе. Послушайте, что сказал однажды об Иисусе Христе Наполеон Бонапарт, французский государственный деятель, полководец великий, как мы знаем. Послушайте, Александр Македонский, Август Кесарь, Карл Великий и я сам основали громадные империи. А на какой основе состоялись эти создания наших гениальностей? на основе насилия. Один лишь Иисус Христос основал свою империю любовью. Мы последователи Иисуса Христа. Когда люди, поэтому мы призваны молиться за наши власти. Мы призваны благословлять наши власти. Вы знаете, что когда, может быть, немногие из вас знают, что когда апостол Павел писал эти наставления своему ученику Тимофею о том, что надо молиться за власть и благословлять их, в это время израильский народ находился под властью римских оккупантов, которыми руководил император Нейрон. Это был, по всей видимости, нездравого ума человек, потому что те ужасы, которые он творил, но сейчас даже нет времени и возможностей и желания, чтобы это все рассказывать, но он ненавидел христиан, он готов был истребить всех до последнего. И вот в это время, зная, кто находится у власти, апостол Павел наставляет своего ученика Тимофея и говорит, я прошу, чтобы вы молились за власти, за царей и за всех начальствующих, чтобы нам жить в мире и без мятежей, и без этих митингов, и без раздирающих общества настроений, чтобы мир Божий пришел на нашу землю. Вот наша позиция перед Богом, нам надо быть отделенными от этого мира и молиться, чтобы пришел Божий мир в этот существующий мир. Вот о чем нам надо молиться. Ты не можешь молиться о том, чтобы мир пришел, если ты примкнул к какой-то стороне. Ты одновременно завязан с этой стороной и ты против другой стороны. Мы должны отделиться от этого мира, чтобы быть способными послужить любому человеку в этом мире, независимо, с правых он или с левых, независимо. У нас нет врагов, мы воюем не против плоти и крови, мы воюем против демонических бесов, против зла на этой земле, которые разрушают судьбы человеческие. Мы должны быть отделенными от этого мира, чтобы иметь открытое сердце для любого человека. Давайте будем пример брать, например, с Даниила, пророк Даниил. Он пережил четырех царей, он служил при четырех царях, которые сменялись один за другим, и вы знаете, эти были цари, ну такие не ангельские совсем, были достаточно нечестивые, надменные, и это не то, что Даниил научился подхалимничать и как бы заискивать и просто угождать всем этим царям. Нет, один из этих царей издал такой указ, по которому нельзя было ни молиться, ни поклоняться никакому Богу. Только ему, этому царю, можно было молиться и поклоняться. И Даниил демонстративно продолжал молиться. Вопреки этому указу он продолжал молиться своему живому Богу, за что его бросили в ров со львами. Странно, страшная участь, его, как непослушного, бросили в ров со львами, понимая, что они просто разорвут его там. Но Бог сохранил Даниила. Он закрыл пасти этим львам, и когда на следующее утро встревоженный этими событиями царь пришел посмотреть, что же там осталось от Даниила, и когда он открыл, знаете первые слова, какие он услышал из уст Даниила? Эти слова были такие, царь, вовеки живи. Это были слова из открытого сердца. Это были слова, где нет никакого ехидства, где нет никакого надмения, ни превозношения, ни гордости, нет никакого зла, ни ненависти. Царь, вовеки живи. Вы знаете, сейчас нет времени перечислять других, вы знаете, что Бог использовал Даниила, который всегда имел открытое сердце к любым царям, и в результате Бог там действовал, Бог смирял этих царей по молитвам Даниила, Бог использовал его необыкновенным просто образом, и в результате эти цари каялись. В результате эти цари объявляли по всем своим царствам, что надо служить живому Богу, и что все остальные идолы ничего не значат. Вот наш путь, которым нам надо идти, драгоценные, но для этого нам надо быть отделенными от этого мира, хранить свое сердце, чтобы там не появилось осуждение ни в какую сторону, чтобы там не оказалась какая-то боль, какое-то противление против властей. Храните свое сердце, и это условие, при котором мы можем чувствовать себя защищенными. При этом я не осуждаю тех людей, которые выходят на митинги, и это тоже важно заметить. Я не осуждаю тех людей, которые выходят на митинги, я понимаю, это все, что у них есть. Они видят несправедливость вокруг, и они выходят со своим криком души, что происходит, почему так? И они кричат, это все, что у них есть, это их оружие, зло, ненависть, добиться чего-то своего, любым путем, перевернем, сделаем что-то, изменим что-то. У них нет другого оружия, они не знают Бога, а мы-то с вами, драгоценные, знаем, что много может усиленная молитва праведных. Это время церкви, чтобы усилиться в молитве, чтобы усилиться в это время, когда мы постимся, смиряемся, Господи, Ты гряди, Ты яви, Господь, в свое время, в свои суды, Твоя справедливость пусть восторжествует. Дорогие, дьявол хочет разделить нас внутри. Если у него это получится, мы проиграли. Нам нельзя позволить дьяволу, чтобы разделиться внутри. Нам надо сохранять единство. И я вам скажу, это условие очень важное, чтобы мы могли быть в единстве, нам надо выйти из этого мира. Нам надо отделиться от этих расприй, от этих интриг, от разногласий, иначе мы внутри церкви будем делиться на разные лагеря. У нас есть только один шанс, если мы отделимся от мира, поступая, как говорит апостол Павел, отделитесь и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и Бог будет с нами. И мы будем молиться, и будем видеть ответы на наши молитвы. И я ожидаю особенного пробуждения в нашей стране и по всему миру, потому что Бог и зальет свою благодать на церковь последнего времени, которая будет сильной, мощной, единой, где каждый будет искать не своего, где каждый будет понимать, что он должен делать, находясь на своем месте, исходя из своих даров, исходя из тех сил, которые Бог ему дал. Это будет мощная, сильная церковь, и ты, и я становимся частью этого особенного собрания последнего времени. И последнее условие, которое я скажу уже очень быстро, мы должны продолжать действовать. Мы должны продолжать действовать. Ты сможешь быть действенным в рядах Божьих, только если первые два условия у тебя есть. Если ты уверен, что с тобой Бог, если ты отделен от этого мира, а чем тебе еще заниматься? В интригах этого мира ты не участвуешь, а именно об этом будет, этим будет занят весь мир. Да, мы призваны, чтобы заниматься своим делом, тем делом, которому призвал нас Бог. Мы не имеем власти сегодня, чтобы победить дьявола по всей земле. Однажды это сделает Иисус Христос. Он явит свою силу и могущество, но нам сегодня верующим в Него не дано победить дьявола по всей земле, но нам дана власть освобождать от власти дьявола конкретных людей. Конкретных людей, которым мы предложим выбор и которые поверят в Иисуса Христа и примут Его в свое сердце. Нам с вами дана власть, как написано в Евангелии от Марка в 16 главе, можете прочитать там с 15 стиха, нам дана власть, чтобы наступать на змей и скорпионов, освобождать людей от болезней, освобождать людей от дьявола, от разных зависимостей. Нам дана власть, чтобы трудиться от сердца к сердцу, от судьбы к судьбе, неважно, где он находится, на правой стороне, на левой, в правительстве или он в нищете в самой. Наши сердца должны быть открыты ко всем. Это время, чтобы мы смогли действовать. Пусть Бог благословит вас. Если три условия эти у нас будут, если каждый из нас будет уверен, что с нами Бог, если мы будем отделены от этого мира, если мы будем продолжать действовать, я уверен, мы будем в безопасности независимо от того, что происходит в этом мире. Пусть Бог благословит каждого из вас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok